Остановка-диагностический центр. Это место для выхода из автобуса пассажиры выбрали для себя сами еще несколько лет назад. Просто потому, что удобно. Правда, обустроенной остановки здесь никогда не было. До недавнего времени. Сейчас в городе по распоряжению главы благоустраивают остановочные пункты. В первую очередь косогоры и участки тротуаров. То есть такие остановки общественного транспорта, где раньше был только заездной карман. Без каких-либо указателей, а уж тем более козыряка или лавочки. В этом году остановочные павильоны появятся по пяти адресам. На остановках Причальная по улице Калинина, аптека на Карла Жигура, там же железнодорожная и Харьковский диагностический центр на мысе Чуркин. Раньше, конечно, неудобно было. Очень неудобно. А эта остановка здесь очень нужна. Потому что много покупателей идет, допустим, с супермаркета. Им надо где-то остановиться. И здесь надо, чтобы дождя не было, ветром возможно. Защита должна быть. Конечно, важно. Потому что с деревьев капают. Когда дождь идет, зонтики и все. Сейчас площадки под будущие остановки тщательно подготавливают. Заменяют бордюры, замешивают асфальт для покрытия и где нужно возводят подпорные стены. Кроме того, специалисты работают и на других остановках Владивостока, которые испортили сами же пассажиры. Производится замена разбитых стекол, светопрозрачных листов. Также остановочные павильоны, которые находятся по пути следования, начиная с остановки Фуникулера и в сторону острова Русский, эти остановочные павильоны обшиваются сотовым поликарбонатом. То есть на данный момент они открыты, будут закрыты после этого. Трещины на стеклянных остановках появляются нечасто. Зато примеры вандализма или незаконная уличная реклама – дело обычное. И убирать такую грязь дорожным службам приходится каждый день. Со своей задачей они справляются, а вот не мусорить и вести себя культурно получается не у всех горожан. И такое поведение с помощью шланга с водой и мыльной пеной исправить, к сожалению, уже сложнее. Валерий Белоус, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.